Обсуждение новых поправок к Конституции Республики Беларусь началось еще задолго до ее официальной публикации в сети. Сегодня о ней говорят постоянно. Диалоговая площадка в Брестском театре кукол – подтверждение заинтересованности молодого поколения в том, как сложится будущее страны. И это неудивительно. В основном законе закреплены широкие преференции для молодежи. Особое внимание обращает на себя статья номер 321. Мы используем такие диалоговые площадки, мы работаем в сети интернет. Действительно есть на сайте НЦПИ адрес, куда можно свои предложения направить. И поэтому очень важно, чтобы каждый молодой человек, кто хочет участвовать в политической жизни страны, эту информацию получил, этой информацией воспользовался и действительно внес свою лепту в развитие Конституции Республики Беларусь, в развитие вообще политического строя нашей страны. Встреча проходила одновременно в офлайн и онлайн формате. В студии собралось порядка 70 представителей и активной молодежи нашего города, еще порядка 50 со всех регионов по ту сторону экрана. Несмотря на ажиотаж, у молодых людей была возможность задать волнующие их вопросы, а самое главное получить на них развернутый ответ. Мнение молодежи учитывается и это важно, чтобы каждый человек был услышан. Наш отряд задал такие вопросы, какие функции теперь будет иметь в себе русское народное собрание, так как он берет на себя функции парламента и какие будут теперь функции у парламента, что их будет разделять. Для нашего отряда важно участвовать в таких диалоговых площадках и наш отряд тоже задавал вопросы и эти вопросы были услышаны и они получили ответ на свои вопросы, которые хотели задать. В этом документе, в этом законе должны быть отражены интересы всех, наверное, слоев населения, социальных слоев. Мы прекрасно понимаем, что жизнь не стоит на месте, жизнь движется. Это одна из, наверное, тех причин, по которым Конституция должна тоже соответствовать современным реалиям, потому что по разным направлениям появляются какие-то новые вопросы, новые задачи, новые вызовы жизненные, и они должны быть отражены. Ну а кто, как не молодежь, должна участвовать в этом процессе, потому что за ними будущее. Молодежь – это, наверное, то, ради чего строится наше государство, ради кого строится государство. И все эти изменения должны происходить абсолютно вместе с молодыми людьми. С целью проведения обсуждения новых поправок Конституции Республики Беларусь город над Бугом посетил известный политолог Юрий Воскресенский. В конференц-зале Брестского городского исполнительного комитета в рамках открытого диалога он выслушал предложения по основному закону от местных депутатов и руководителя города Александра Рогачука. Получить от людей, в том числе те, кто хотели перемен, конкретных предложений. Потому что у нас так часто, знаете, бывает, перемен хотим, а изложить не можем на бумаге даже один абзац или одно предложение. Поэтому мы поможем изложить эти предложения, если есть какие-нибудь вменяемые, скажем так, дополнения, изменения к предложенному тексту. Мы протоколируем каждую встречу, и вот на последнюю встречу в Солигорске мы выступали там с нашим известным социологом Щекиным. Он нон-стоп 10 часов, 10 часов в трех коллективах, и поступают предложения, ну, например, о необходимости главенства национального права над международным. Много вопросов по поводу Всебелорусского народного собрания, но в Конституции, как раз, чтобы эти вопросы разрешить, написано и отсылается к закону, да. То есть посыл к закону такой зафиксирован, что все будет прописано в законе о Всебелорусском народном собрании. Александр Рогачук, как всегда, сдержанно и объективно оценивает ситуацию в приоритете для градоначальника, те позиции, которые позволят сделать жизнь людей более комфортной, при этом обращаясь к важным для белорусов ценностям. Свою задачу, как главы города, я вижу в максимальном информировании людей о тех направлениях, которые впервые прозвучали в новой редакции, и тех форматах, которые интересны для восприятия. Конечно, это работа средств массовой информации, но это и площадки, дискуссионные площадки, на которые мы приглашаем ярких, известных уже наших общественных политических деятелей. Я думаю, что эта форма вблизи себя оправдывает. На территории города Бреста сам референдум пройдет организованно, четко и в соответствии с строгим законодательством. Если говорить обо мне лично, моя оценка вот этого процесса абсолютно позитивная, потому что есть и преемственность, есть и те инновации, которые впервые прозвучали в новой редакции. Как пожелание, конечно, пятая глава, где говорится о местном управленцем управления, на мой взгляд, могла бы быть еще более расширена, добавлена какими-то новыми посылами конституционного уровня. Диалог из стен городского исполнительного комитета перешел в общественное обсуждение. Еще одна площадка – предприятие «Брест Газаппарат». Там прошла встреча с сотрудниками и руководством. В планах Юрия Воскресенского посетить как можно больше площадок и лично услышать мнение каждого касаемо новой редакции Конституции. Ведь чем больше разнообразных предложений, тем более объективной и всеобъемлющей будет новая редакция основного закона. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук-ТВ.